А в Шымкенте жители выступили против сноса домов. 107 жилых объектов в мегаполисе внесли в программу реновации жилищного фонда. На месте старых планируют возвести новые ЖК. Но люди не хотят менять свои квартиры даже за компенсацию. Почему, расскажет Анастасия Новикова. Нашему дому почти 80 лет. Он выглядит даже намного лучше, чем вот эти ваши новые дома в Нурсаде. Многие шымкентцы выступают против сноса жилья. В мегаполисе запустили программу реновации жилищного фонда. В нее внесли 107 ветхих жилых домов. Полный список опубликовали в социальных сетях. Многие горожане увидели в нем номер своего дома и очень удивились. Говорят, их дома находятся возле парков, где есть вся необходимая инфраструктура. И переезжать они не хотят. Жильцы уверены, их дома были построены качественно и простоят еще не один десяток лет. Где заключение экспертной службы, где мы хотим видеть заключение нашего дома. По заключению какой экспертизы он признан ветхим и аварийным. Елена Безверха рассказывает, что после неудачного ремонта труб во дворе дом просел. Ремонт сделали сами. Вложили немало средств. Перекрывали крышу, меняли внутридомовые трубы. И отдавать его под снос не хотят. Переселяться в эти многоэтажки, я не знаю, там вообще люди жалуются. Все дует, холодно, некачественно. У нас дома теплые, 50 сантиметров стены. Ну вот какие-то жирненькие дяденьки хотят этот район. Только очкарату не сносят. Дома там саманные. Привокзалка саманные. Вот зацепились за эти дома. В СПК Шемкента рассказали, что никого принудительно выселять не будут. По словам специалистов, некоторые дома откровенно ветхие и могут разрушиться в любой момент. У тех, кто согласится, будет выбор продать свою квартиру или обменять ее на такую же в новом ЖК, который возведут на этом месте. А на время строительства им предоставят арендное жилье. Помочь обещают и в Акимате. Если будут несогласные, то сейчас, соответственно, действующим законодательством, собственными зданиями являются кондоминиумы. То есть те жильцы, кто живет в этом доме. И, соответственно, если с домом что-то произойдет, то есть это будет проблема этих жильцов. То есть мы хотим их в этом убедить. Объяснить, что именно программа реновации позволит им, во-первых, улучшить свои жилищные условия, во-вторых, увеличивать стоимость своих активов. Тем не менее, люди боятся, что их квартиры могут оценить по самым низким ценам, а подрядчики могут оказаться недобросовестными. Каждый вечер мы рассказываем обо всем, что по-настоящему важно. Самые честные новости, аналитика и мнения. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будете знать, что происходит в стране и в мире.